Привет, друзья! На связи Ирина Кенданида, ваш риэлтор в Флориде, с рассказами о интересных местах Флориды, о тех местах, где мы побывали. Я уже начала вам рассказывать о городке Сарасота, который находится на западном побережье Флориды, на берегу Мексиканского залива. Мы уже с вами посмотрели побережье, посмотрели город. И сегодня мне хотелось бы показать вам центральное место, из-за чего, наверное, по большому счету стоит ехать в Сарасоту. Это Ринглин Мюзеем. Музей Ринглина. Вот как раз-таки сейчас Джон стоит у его входа. Вы видите такой вот очень необычный стиль. Этот стиль называется флорентийская готика. И в этом стиле построен не только центральный вход, а самое главное, так сказать, жемчужина. Дом самого Ринглина, Каадзан. И я вам сегодня это покажу. А для того, чтобы у вас создалось какое-то впечатление об этом музее, давайте вначале зайдем на сайт и посмотрим карту музея. Вот он сайт Ринглин Мюзеем. И вот карта, которая нам даст представление о том вообще, что есть на территории этого парка. Вы видите, огромная, вообще очень большая протяженная территория, на которой, вот видите, здесь Сарасота Бэй. Это я вам покажу на фотографиях. Невероятной красоты место. И прямо выход в залив. И вот эта вот дорожка. Это такая набережная замечательная. И вот в этом месте находится дом Ринглина, Джона Ринглина. И он как раз выходит окнами на залив. Очень красивое живописное место. Большой парк. Вот это все, что вы видите, это все парковая зона. В этой парковой зоне есть, значит, вот это вот, запомните вот эту вот фигуру такую красивую, квадратную. Я вам покажу, как она выглядит. Видите, озерцо. Есть какие-то маленькие болотца, озера. И помимо его дома, здесь находится вот эта вот четверка. Это кладбище. Называется такой заброшенный или спрятанный сад. В нем огромный музей искусства. Мы в нем были в этом музее в августе. И смогли, вот когда приехали туда в Сарасоту всего на один денек, смогли по-хорошему обойти только этот музей. В этом музее, вот эта вот экспозиция, вот с правой стороны музея, экспозиция постоянная. Из собрания самого Ринглин Мюзе. А левая сторона, левое крыло, там всегда какая-то новая экспозиция. Всегда в Америке они очень, никогда не, вот музей это не нечто такое статичное. Всегда все меняется. И меняется и в постоянно действующей экспозиции. А уж там, где привезенные какие-то выставки они показывают, меняется достаточно часто. Кроме этого, есть музей цирка. Потрясающая вещь, которую я обязательно вам покажу тоже. И есть, видите, образовательный центр здесь, образовательный центр здесь. Я об этом немножко расскажу вам, когда буду показывать вот музей цирка, когда буду показывать вам и рассказывать больше о самом этом человеке, который сделал Сарасоту достаточно знаменитой, уж точно в Америке. Именно за счет того, что такого циркового в начале бизнеса, а потом инвестиционного. Вообще, хочу сказать, видите, огромный парк. Здесь в середине находится розовая оранжерея, то есть оранжерея из роз. Здесь много есть где гулять. И сразу хочу сказать, за один день все это дело посмотреть и обойти просто невозможно. Даже если парк работает с 10 утра до 5 часов вечера, это невозможно сделать. И очень многие здесь берут абонемент, такой годовой членство, для того, чтобы приезжать и уже бесплатно, один раз в год заплатив, смотреть эти красоты. Здесь есть специальные скидки для пенсионеров. Нереально за один день все это обойти, посмотреть, потому что действительно очень много всего. Мы сегодня будем с вами гулять по парку и смотреть Кадзан. Кадзан это дом Джона в переводе с итальянского. Видите, тут вот я покажу вам, как он выглядит на сайте. А потом покажу, как он выглядит в настоящем, вот как мы его снимали. Вот эта картинка, фотография, она просто меня не оставляет равнодушной. И когда я вижу, какая это красота. Вы видите, что этот дом, это тоже флорентийская готика. Многие меня спрашивают, ну, какое это убранство, вот как на Ближнем Востоке. Это вот как раз таки, наверное, на Ближний Восток оно пришло из Флоренции. А вообще они происходили с Ирландией. Что ему запало вот в голову именно вот эта готика, я не знаю. Но об этом доме и немножко о Джоне Ринглине я вам буду рассказывать. Вот это второй этаж этого дома. Мы, к сожалению, по второму этажу не прошли. Там нужна специальная экскурсия. И там уже не пускают вот так вот просто гулять. Там нужно ходить с экскурсоводом. Но, конечно, красота просто неописуемая. Вот почему это показываю вам сейчас в самом доме внутри. Снимать ничего нельзя. Остается только показать, как мы сами там снимали. Что мы сняли, что... Видите, очень красивая такая мозаика по сторонам света. Север, юг, восток, запад. Она вот как раз таки, это вот тот квадрат, который я вам говорила. Помните разрисованный квадрат? Вот это вот как раз таки в центре этого квадрата, вот такая красивая мозаика. Вот как выглядит дом Ринглина. Я это снимала сама. Видите, вот как раз вот эта мозаика, она такая главный, главный проход к дому. Он не симметричен, но в нем есть, вот когда на него сверху я показывала вам фотографию, есть какая-то завораживающая совершенно красота. И вот здесь сразу видно, что сразу за домом залив, и к этому дому есть пристань, и приходили туда корабли, причаливали. Это я вам покажу еще. И прекрасные пальмы. Вот здесь весь парк, он устроен именно вот чудесными, совершенно разными, очень хорошо ухоженными пальмами. Видите, вот дом, мы туда ходили, мы, значит, зашли в этот дом. По первому этажу такая общая экскурсия, можно пройти, а по второму этажу уже специальная экскурсия, специальный тур. Но у нас есть возможность, мы на выходе, я, в общем, была поражена этим, и вот на выходе мы в магазине купили с Джоном большую альбом с фотографиями именно этого дома. Всегда стараюсь покупать книги, посвященные тем местам, где мы были. Вот это то, что называется баньян. Я вам показывала уже это дерево, оно было в Сан-Пити. Оказывается, это дерево традиционное, сейчас вот дойду еще раз фотографию какую-нибудь баньяна, оно в Юго-Восточной Азии. И его привез Ринглин, привез сюда, во Флориду посадил. И оно вот, я вам рассказывала, оно вот вечное, это дерево. Потому что от стволов спускаются такие, вначале это кажется, что это как ветки. На самом деле, когда они доходят до земли и касаются, это становится корнями, стволами, дополнительными они пускают корни. И это получается, и дерево разрастается не в высоту, а именно в ширину, все шире и шире. И в некоторых местах, вот все, что есть во Флориде, баньян растет, это от того дерева, которое привез Ринглин. Вот она, набережная, рядом с домом Джона Ринглина. Потрясающие вот эти пальмы. Я просто, мне они очень нравятся, потому что у нас во Флориде огромное количество разных пальм есть. И есть пальмы, которые, ну, больше они, от них больше мусора, чем красоты. Вот эти, у них стволы, я не знаю, у них стволы так сделаны, как будто это прям цементный столб. И сверху вот, сверху начинает расти маковка, это пальмовая. И они все, ну, я не знаю, они как колонны, абсолютно ровные, абсолютно вот такие ухоженные, такие красивые. И вот видите, сколько интересных мест, таких вот тенистых, под зонтикой можно сесть и посмотреть на воду, замедлиться. В общем, прекрасное, прекрасное место. И даже вы видите, вот видна вот та часть острова, где я уже вам показывала, где мы были, где хайт-парк, рестораны, магазины, побережье. И вот она вот прямо вот тут здесь видна, она совсем недалеко находится. Вот видите, вот если приглядеться, здесь видно по краю залива, уже виден этот остров, на котором находится в основном всегда на этих островах такая пляжная зона. Красивые очень фотографии, красивый вид, прекрасная вот эта набережная сделанная. И мне очень понравилось вход, вот здесь вот по парку мы сейчас походим, я покажу вам какие-то, какие-то скульптурные композиции в парке. И куда еще вот и Джон подсаживается, и вот я тут подсаживаюсь. Вот весь парк, он уставлен скульптурами. Вообще Ринглин был не только циркач, будем так говорить, про цирк расскажу отдельно. Он был очень талантливый бизнесмен, инвестор, он занимался строительством железной дороги. А вот это вот здание, вот реально мы по набережной прошли в правую сторону от дома Ринглина и видим вот такое красивое здание. Мы там с Джоном начали там ходить, гулять, смотреть, что же это такое тут. Оно никак не отделено от, никаких заборов нету. Вот девочка в купальнике лежит, тут загорает, значит, тишина такая, вообще ничего не слышно, газон выкошенный. Но это была суббота, но все равно кто-то пришли вот сюда фотографироваться. И потом, когда они пришли и начали фотографироваться, молодежь, я поняла, что это колледж, который находится рядом с Ринглин Мьюзием. Совершенно, вот что меня поразило, абсолютно никакого забора нет, вот как бы набережная вот эта продолжается, залив виден красивый, красивое очень место, есть где погулять, есть где красиво сфотографироваться. Вот мы здесь гуляем, фонтанчик, льется вода. И вот он, вот она табличка, где написано, Ринглин Эстейт, Open 93530. И вот это все. То есть, если вам нужно погулять по парку, да, вы совершенно спокойно, вот этой дорогой, как шли мы, вы заходите. И единственное, конечно, что зайти по парку погулять вы можете совершенно спокойно. Зайти куда-то по музеям вы не сможете, потому что на входе мы, когда оплачивали билет, нам дали такой вот цветной ремешок на руку, который показывает, ну, за что мы заплатили. Если, естественно, вот этой дорогой пройти у вас этого ремешка не будет, но никому это не надо. Да, все заходят не через колледж, а заходят нормально в ворота музея. И мне смешно было, я так Джону ничего не говорила. Я посмотрела, что если поставить вот такую табличку где-нибудь в России, никто не будет ходить через вход. Все будут ходить вот таким задним каким-то крыльцом и прочее. А здесь люди этого не понимают. То есть, написано вход в музей, они заходят, платят, гуляют, смотрят. В музее огромное количество, поскольку это парк, огромное количество цветов разнообразных. Там вот такая оранжерея, я вам говорила, розовая. А это мы гуляли, вот такая вот интересная цветная оранжерея, разные цветы. Они с надписями там, которые есть на них. Но мне эти надписи не нужны, я не ботаник. Но вот эти вот не смогла вообще остановиться, потому что... О, это хибискус, это я помню. Что-то я запомнила все-таки. И вот я искала, вот где эти пальмы есть. Это вот такая же, но не такая. Вот она чуть поменьше, поскромнее. А вот это вот как раз вот пальма та, по которой я вам говорила. Вот видите, она с Карибского побережья. Он очень много привозил сюда. Вот здесь вот как раз вот такое место, где как раз вот она могила Джона Ринглина. И с одной стороны Ида, это его сестра, а с другой стороны Мэйбл, его жена. Они вот втроем жили в этом доме. Дом я вам буду показывать сейчас, буду рассказывать про дом. Он всегда жил со своей сестрой и с женой. Детей у него не было. У сестры, кажется, был сын, и вот он оставался здесь. Что-то вот я хотела тут вам показать вот этим стволом. Вот здесь вот интересный очень вот баньян. Вы видите, вот казалось бы, он был, он рос по левой стороне. Со временем вырастает огромная ветка, почти горизонтальная. И из нее начинают расти новые стволы и новые корни. И вот получаются такие как бы ворота такие, да, когда баньян уже переходит через асфальтированную дорогу, переходит на другую сторону. Специально, вот видите, вот показываю поближе вам, что оно, когда оно начинает расти, это похоже вот как тонкие волоски такие, да, пучки, будем так говорить. Какие-то тонкие пучки. Оно никак не смотрится на то, что будут это такими стволами, как основной ствол дерева. В одном месте мы нашли, что вот баньян этот разросся так, что вот видите, осталась скульптура, и он полностью практически, вот видите, полностью, вот как бы младенец такой, да, была скульптура. И полностью баньян охватил и, скорее всего, скоро совсем раздавит и закроет. Обидно. Вот это старые тоже скульптурные композиции. По всему парку огромное количество скульптурных композиций. А вот это то, что хотела вам показать и спросить, что бы это значило. Вот посмотрите, пожалуйста, специально сделаю покрупнее, чтобы вам было видно, чтобы вам было понятно. Потому что я хочу, чтобы вы мне ответили, подумали и ответили, что это такое. Так, где тут сделаем поменьше, поменьше. Видите, вот такая вот длинная крученная колбаса. Совсем поменьше, чтобы длинная крученная колбаса. Я когда увидела, я же не могу пройти мимо такого интересной вот такой вот штуки. Вот видите. И хочу спросить у вас, что это такое, чтобы вы подумали над этим вопросом. И в следующий раз, в своем следующем видео про Сарасоту я вернусь к этому и обязательно вам расскажу, что же это такое. И награжу своими книгами тех, кто угадает. Вот мы продолжаем с Джоном гулять по парку. В этот раз мы даже не сильно гуляли по парку, потому что нужно было много чего посмотреть. И мы специально пришли в Ringling Museum пораньше. И специально и приехали сюда, чтобы мы пораньше смогли прийти. Давайте посмотрим поближе дом. Видите, тут вот бабуськи. Вот это очень такая типичная вещь. Четыре бабулечки, как будто компаньонки. Все вместе приехали сюда, пришли на экскурсию. Видно, мужей их нету, мужей похоронили. И вот они так сорганизовались вместе ходить. Они нас потом снимали, помогли вдвоем с Джоном, потому что всегда снимаемся друг по другу. Вот это прошу обратить внимание. Видите, лев. У меня такая, поскольку я по знаку зодиака левы, у меня такая дурацкая совершенно тяга. Где львы, там я обязательно пристроюсь сфотографироваться. Я фотографировалась со львами уже по всему белому свету, поэтому вы не обращайте внимания. Тут вот важно даже, вот тут нам эти бабушки помогли, сфотографировали, хоть без ног, хоть с львиной только головой, но не важно. Зато фотография хорошая получилась. Видите, чудесный вид сзади. Очень вот этот центральный вход, конечно, он закрытый. Мы через него не входили. Мы входили через вот это крыло. Там такая, она называлась, наверное, как бы веранда. Дом этот был построен в 1924-м его начали, в 1926-м закончили. И считается, что во всей Америке это последний дворец, последний замок, который построили богатые люди. Предпоследний замок был Нандербильд в Эшвилле. Я уже вам его показывала. Мы когда ездили в Северную Каролину. Вот он был построен, по-моему, в 1912-м году. А вот этот в 1926-м. И после этого уже такие вещи, такие замки не строили. В настоящее время этот замок оценивается в 21 миллион долларов. Вот я уже сказала, что в самом замке фотографировать вообще любого рода съемка запрещена. Поэтому мы там погуляли с Джоном просто от души. Красота невероятная. Я вам кусочек покажу видео, который я, конечно, не тайно сняла. Это показывали фильм такой презентационный. И я сняла просто с этого фильма. Вот опять, видите, как лев. Вот это дверь кухни. Мы там и на кухне были. Очень интересно, конечно. Когда, если сравнивать с замком Вандербильдов, он поменьше. Этот замок. Но и здесь нет подвала. У Вандербильда меня совершенно потрясли подвалы, которые там были. Но поскольку у нас же здесь много воды. И возле водоема, да, залива. И поэтому подвалов нет. Вот по первому этажу мы прошли. По второму этажу я вам кусочек показала. Там в основном на втором этаже спальни. И вот эта вот лестница прямо меня убивает. Я бы туда вот пошла, вот наверх в беседочку сходила. Вы представляете, там какой красивый вид. Вот там наверху в беседке. Это я сама снимала. Понимаете, я не специалист. Но, блин, красоту, когда снимаешь, она вообще сказочно получается. Видите, такие красивые башни в этом доме. И вообще, вот считайте ему сто лет, а он как хорошо сохранился. Очень, вот обратите внимание, не на мужа моего, а на вот плитку, которая. Вот она здесь, эта плитка, видите, черный, белый, серый и такой вот оранжевый цвет. И она идет в тон, и она вот везде вот такого плана. Это мрамор, наверное, я не знаю. И когда были в магазинчике, покупали книги, вот там были еще сережки, я видела. И вот сережки вот четко, черный, белый, серый и вот этот оранжевый. Как раз вот как бы гамма, которая используется вот мне. Вот такой вот орнамент, вот такой орнамент, как на набережной, да, он был на сережках. А это пристань, представляете, ребята. То есть вот к этой пристани прибывали корабли, и они по лесенке, по вот этой, вот видите, красивый какой орнамент. И они по лестнице вот по этой поднимались вот сюда вот к замку. Все вокруг, в скульптурах можно ходить, смотреть, получать огромное удовольствие. Вот сейчас вот мы, как раз я включу вам то, что фильм, который я говорю. Вот так вот выглядит этот замок изнутри. Вот это они со второго этажа снимают. Я, конечно, мы по второму этажу не ходили. Это, по-моему, называется бальная комната. То есть вот танцевальная. Это столовая. Здесь, наверное, все-таки они какое-то освещение делают, но богатое убранство абсолютно. Потолки какие, посмотрите. Это вот барная стойка, там вот эти стоят бутылки разные. Большой зал, который, вот, да, видите, который находится в середине. Прямо там, как заходишь с центрального входа, попадаешь практически в кабинет. То есть у него не было такого там отдельного какого-то кабинета за дверями. Это была часть, стоял стол, человек работал. Он жил в этом доме, вот в 26-м году его построили. Он в 26-м году его построили, и он в этом доме жил до, по-моему, 35-го или 36-го года. По-моему, до 36-го года. То есть всего 10 лет последних он прожил вот в этом доме, вот в этой красоте. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Если остались какие-то вопросы, напишите в комментариях. С вами была Рина Пинтанида, ваш риэлтор во Флориде. Если хотите узнать, что было дальше, подписывайтесь на мой канал. А пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok